ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В первом случае бейчанка распрощалась с 30 тысячами рублей. Во втором женщина дала 10 тысяч. И вот очередная потерпевшая, которая наступила на те же самые грабли. Я, значит, беру трубку. Главное, называет меня «мама, нужны деньги». А, вот так. А у вас сын есть? У меня сын живет в этом. Фоминске. Я поняла, что это он. Главное, мама, нужны деньги. Мама, нужны деньги. Голос в трубке озвучил условия и сумму – 10 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы связаться с сыном, пенсионерка достала все свои сбережения. Спустя некоторое время на пороге появился неизвестный мужчина. Ему-то она и передала собранные деньги. Заходит, значит, и подает мне. Вот так вот показывает сотовый телефон. Ну, я, ему деньги у меня, как он сказал, нужны деньги. Я, что было у меня. Ну, а сыну почему не позвонили? Сразу бы сыну позвонили, а сын бы ответил «мать, ты кого чудишь-то?». Шок, жесткий психологический прессинг и минимальный срок выполнения требований. Жертвы попросту не успевали опомниться и даже позвонить близким, якобы попавшим в беду. Как итог, после передачи денег выяснилось, что проблема с детьми – это обман. Я хотела бы обратиться в первую очередь к тем гражданам, у которых есть престарелые родственники. Объясните им, пожалуйста, чтобы без звонка к вам, без согласования с вами, они не контактировали с незнакомыми людьми и ни в коем случае не отдавали им деньги. Так что будьте бдительны, не доверяйте незнакомым, и тогда ваши сбережения останутся при вас. Евгений Плохотин, Алексей Мельков, Новости ОТН.